Вот Леонид Куралев как раз из тех актеров, которые знают, что успех достается очень нелегко. Он умеет работать. Это его счастливый дар. Что касается нашего знакомства с ним. В институте я не знал его. Хотя учился он на год старше меня. То есть мог бы знать, но почему-то не знал. Слышал, сейчас знаю, что в институте у него не все было хорошо. Что касается творческой нашей встречи с ним, она произошла не у меня, не в моей картине, а до меня. В фильме Михаила Швейцера. Швейцер как раз режиссер, который очень точно выбирает актеров. И вот там Леня у него очень, по-моему, здорово сделал. Во всяком случае, мне он запомнился. И когда пришла пора моего режиссерского диплома, он вспомнился. Тут мы встретились. Там мы пытались сделать человека, который настолько предан работе и своему делу, что немножко даже глупеет от такой своей преданности. Чуть смешным становится в глазах людей. Но это какая-то святая. Это какое-то настолько дорогое качество человеческое, что все окружающие люди это понимают. И человек начинает быть необычайно близким и дорогим всем окружающим. Ужасно легко с такими людьми рядом жить, работать, наверное. Вот такого мы старались сделать Сеню-механика. Если сказать, что сценарий фильма «Живет такой парень» писался с учетом на определенного актера, то это будет неправда. Тем более, что сценарий, до того, как быть сценарием, прожил уже жизнь в виде рассказов. Так что актер при написании сценария не учитывался. Но вот когда задумывался фильм, то актер имелся в виду. Для меня, во всяком случае, не было сомнений, что это сможет сделать Леня Куравлев. Если, положим, сейчас существует упрек к фильму в том, что Пашка как характера слишком много распоряжается в фильме, то это не так страшно. Без характера нет образа. Другое дело, куда мы хотели привести этот характер? Мы хотели этот характер привести к очень простой мысли. Человек должен быть добр, щедр к людям, не скрывать хорошего, если оно у него есть, и отдавать это людям. Доволен и думаю, что мы не ошиблись в выборе актера на эту чрезвычайно ответственную роль. Ибо, ведь если вдуматься, он один тянет на себе весь груз смысловой и эмоциональной фильма. Больше, ну, есть люди, которые помогают ему. А, в общем, все, что мы хотели сказать, мы хотели сказать и сказали только через него. Таким образом, работа была закончена и предложена на суд зрителя. В фильме «Ваш сын и брат» нас подстерегала опасность повтора. Мы знали об этом, но, тем не менее, пошли на то, чтобы опять вместе работать. Мы, конечно, старались уходить от Пашки Колокольникова. Но ведь уходить от одного, это значит приходить к чему-то другому. Степан гораздо сложнее, чем Пашка. Глубже. Трагичнее. Здесь уже идет поверка человека на... на прочность. На испытание горем. А горе, как известно, так же трудно играть, как радость. Радость. Ну, зная это, понимая это, приступили к работе. Фильм «Ваш сын и брат» еще в порядке обсуждения, знакомства. Поэтому о нем труднее говорить. Но, тем не менее, можно говорить об актерской работе. На мой взгляд, она получилась интереснее и глубже, Пашка. сам человек получился... получился... многостороннее, объемнее, что ли. Ну, не говоря о том, что драматургия сама позволяла это сделать с образом. тем не менее, актер как-то от фильма... я говорю о своих фильмах только... от фильма к фильму подрос, окреп. Мы поставили себе сложную задачу. Поставили задачу такую. Заставить поверить зрителя в почти невозможное. Человеку осталось сидеть три месяца, и он сбежал. Стало быть, получает еще дополнительных два года за побег. случай исключительный. А нам нужно было, чтобы он в сознании зрителя отложился как настоящий житейский факт. Что толкнуло на такой необдуманный поступок нашего героя, Степку? Его необыкновенная, необычайная любовь к земле. Земля, Родина позвала. Бросил все, человек пошел. Трудно это заставить в это поверить. Долго искался конец, как выразить нам вот это отчаяние после того, как праздник нарушился. Праздник он принес вместо праздника. Он и праздник принес, и принес и большое горе. Как выразить это состояние? Долго искали, и нашелся наконец этот вскрик, который, по-моему, заставил понять, что человек в эту минуту полоснул его такая боль, которую словами трудно и нельзя рассказать. ну вот сейчас вместе с вами посмотрел еще раз отрывочек из фильма «Время вперед», из фильма так называемого трудного, но необходимого. Перед Лёней здесь стояла, по-моему, очень сложная задача. Во-первых, для него это в какой-то степени исторический фильм. Да и образ этот далекий от того, что он до этого делал. И, по-моему, блестяще справился с этой задачей вместе со своей партнершей. с Татьяной Лавровой. Хорошо, мне очень понравилось, как они провели эту очень трудную сценку для себя. Ну что же, знаю, что Лёня сейчас снимается в фильме «Такой большой мальчик» у нас на студии, студии Горького. Затем старшая сестра по Володину. Субтитры – Семёный Продолжение следует...